Так, ребятки, получаются цены на айфоны в Гонконге. 1 гонконгский доллар, 8 российских рублей. Смотрим прайс. На айфон 7+, на 32 гигабайта, 6588 гонконгских долларов, соответственно, умножаем на 8. 128 гигабайт, 7388, 256 гигабайт, 8288 гонконгских долларов. Соответственно, тоже умножаем на 8, получаем стоимость. В общем, хочу сказать, самый дешевый айфон 7, просто айфон 7, не плюс, самый дешевый, на наши русские деньги, 43 тысячи рублей. Вот он, айфон 7. Сейчас посмотрим цены. Смотрим, да, вот, айфон 7, 32 гигабайта, 5588. Умножаем на 8, это примерно где-то, туда-сюда 43 тысячи рублей. 128 гигабайт, 6338, 128 гигабайт, 6388, соответственно, также умножаем на 8, получаем сумму в рублях. И 256 гигабайт, 7, 188, также умножим на 8. Но, так вам хочу сказать, революции никакой нету, в руке лежит так же, как айфон 6. Вот, вот, что мне нравится, кнопка вот эта вот, она уже просто вмонтированная. Монтированная, это уже не кнопка, она сенсорная стала. Что с камерами? Здесь две камеры эти, сумасшедшие. Ну, революции никакой нету, квантовых процессоров еще не изобрели, блядь, еще долго не изобретут. Так что ждем, айфон 10, все, вот это вот, это шляпа.